всем привет я рада что вы зашли на мой канал и сегодня мы с вами будем шить школьный фартук на последний звонок ну или на 1 сентября для начала давайте проведем урок просвещения немного диории и так фартук школьный тема урока что он из себя представляет поясочек сам фартук на которую мы заложим по 2 складочки к низу фартука будет пришиваться рюшка на ней мы тоже будем закладывать складочки и низ мы обточаем узким кружевом бака подогнем но это все потом разберем дальше 2 бретели грудка которую тоже мы обошьем узким кружевом их каждый бретели будет пришиваться крылышки на которых мы заложим складочки и края тоже обошьем узким кружевом шью такие фартаки много лет и вот эта модель пользуется самым большим спросом и так раскрой что нам нужно будет давайте сделаем табличку пояс мы его сделаем 150 сантиметров его длина но это мы вырезаем полоску по ширине ткани и шириной он у нас будет 5 сантиметров 150 на 5 таких деталей у нас будет две детали размеры я сразу даю с припусками на швы это в чистом виде так это пояс давайте первая деталь вот первая деталь пояс дальше у нас идет сам передничек вырезаем прямоугольник высота его у меня будет 35 сантиметров какой вы высоту будете сейчас скажу попозже и ширина такого фарточка будет 55 можно 57 сантиметров такая деталь у нас одна деталь вот это два вот это сам фартучек дальше у нас идет нижняя рюшка вырезаем прямоугольник ширина его но 7 10 сантиметров кому как больше нравится у меня это 9 сантиметров я делаю и длина этой рюшки 85 сантиметров в длину так это у нас деталь 3 вот это три детали нижняя рюшка дальше так таких деталей 1 деталь далее у нас идут бретельки их ширина по 5 сантиметров продлину скажу позже у меня 85 сантиметров как ее измерять сейчас объясню таких деталей 4 детали бета бретельки так это 4 пусть у нас будет вот 4 далее у нас идут рюшки на бретельки да они нас еще по длине и и пошире их длина у меня 120 сантиметров и шириной 7 сантиметров таких деталей 2 так это у нас будет 3 4 5 деталь вот эта рюшка 5 так и нам осталось сделать грудку над 6 деталь грудка у нас себя представляет трапецию верхний край у меня 16 нижний 14 и высоту 20 сантиметров если девочка пошире расстояние между грудью можно сделать побольше 16 17 сантиметров на 16 обычно такой размер стандартный он подходит всем почти так это грудка у нас такая деталь 1 все раскроили как нам померить длину бретели вот у нас девочка красавица наши плечики девочка привязываем веревочку лети семочку наталью прикладываем сантиметровую ленту к талии через плечо и до талии с другой стороны это у нас длина бретели померить из двух сторон вдруг она криво стоит и что-то среднее тогда получится так это как бы не мерить длину бретели теперь как длину фарточка также вот у нас юбочка у платья фарточек должен быть покороче сантиметра на полтора на два не должен выступать ниже платье вот такой у нас будет фарточек длиной делаем рюшку какой шириной и за вычетом рюшки уже делаем высоту вот этого полотна самого передничка не забываем про припуски на швы так сколько нужно нам узкого кружева который мы обшиваем края деталей у нас две рюшки по 120 это 240 нижняя рюшка у нас идет 85 это у нас получается и еще верхний край грудки но плюс пусть 20 так для легкого подсчета того получается 260 и 85 так сколько тут быстро то и не посчитаю 5 4 3 45 три с половиной метра узкого кружева это кружева такой пример вот я беру обшиваю это мне двойное сейчас его разделю на 2 вот она хорошо делится где-то мне уже есть и разделенная вот такое кружева так теперь как нам раскладывать наши детали на ткани и сколько ткани нам потребуется вот берем кусок ткани ширина 150 метров обычно ой 150 сантиметров метр пятьдесят у гипюра и краем отрезаем сначала поясочек две детали 5 и 5 10 сантиметров это пояс дальше у нас идут крылышки крылья у нас длиной 120 сантиметров одно крылышко и второе крылышко крылья у нас шириной по 7 сантиметров 14 сантиметров это крылья дальше у нас идут бретели они у нас по 85 сантиметров но моем случае может быть у вас будут и покороче но это 85 наша на высокую девочку 4 бретели по 85 5 сантиметров это вот 20 сантиметров далее у нас идет и рюшка которая пришивается вниз пар . она у нас тоже 85 ширина ее так у нас пусть даже 10 сантиметров будет 10 нам осталось и сам передничек у нас он выходит вот из этой половинки вот здесь 30 а передничек у нас 35 значит немножечко надо сделать запасик вот здесь вот так пусть будет у нас так нам вот из этого кусочка нужно сделать грудку 20 сантиметров у нас здесь будет начинаем надо здесь опустить сейчас я почитаю по точнее вам скажу и передничек у здесь у нас будет выкраиваться здесь будет у нас грудка и вот здесь будет сам прямоугольный фарточек вот тут и того у нас получится сейчас так на мне получилось 65 сантиметров нужно гипюра так как я шью их оптом я беру сразу большой кусок нарезаю полоски у меня тут уже нарезана на несколько комплектов вот у меня каждый комплект уже состоит вот у меня тут уже их пачками комплекты там еще в стороне одни и вот собираю комплект сразу бретели детали все вот у меня на каждый фарточек поэтому я краю немножко по-другому но если вы шлете один фарточек вот такая раскладка более экономичная как легче выкрыть прямоугольничек вот этот на грудку вырезаем 16 на 20 и скашиваем два уголка нижний край нас будет 14 и также крылышки вырезаем прямоугольник вот 7 на 120 и потом сделаем небольшие скосы по краям чтобы здесь он у нас сужался и не был такой прямой это нас крылышки тоже сделаем скосы небольшие это произвольно уже на глазок ну все давайте вырезаем самостоятельно для начала мне нужно приготовить кружево берем 4 детали два крылышка нижнюю оборку и грудку и пристрачиваем узкое кружево на ширину лапки а Продолжение следует... 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 И в этой точке присоединяем к середине пояса. Так... Скалываем иголочками... Дальше... Сантиметров через 6 еще одна иголочка... Теперь нам нужно напротив лямки, где у нас идет лямочка... Нам нужно здесь сделать складку. Складка у нас будет смотреть к центру. Так, давайте сделаем еще одну иголочку ставим... И еще одна маленькая складочка. Так же она смотрит к центру у нас... Вот на ширине лямочек. Вот на слямочке, вот эти бретельки, идут на такой же ширине примерно идут у нас и складочки на юбке. На нижней части... Вот... И теперь... Дальше скалываем... Прикалываем наш... Передничек... Вот такие мы сделали... Точки... Так, с другой стороны... Закладываем складочку... Напротив бретельки... И вторая складочка... Смотрят они в другую же сторону, тоже к центру... Так, и вторую складочку заложили... Так, и вторую складочку заложили... Так... И вот здесь на краю также фиксируем... Вот мы присоединили юбочку к поясу... И сейчас... Будем... Прострачивать... Вот на ширину... Наши юбки... Терпинг... — Аплодисменты... Вы MEL, Субтитры сделал DimaTorzok Нам осталось доделать пояс, берем наш пояс, вот короткий край, прострачиваем по короткому краю, идем, 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 подходим к фарточку, строчим, строчим. Так, и вот заправляем сам фарточек вовнутрь, насколько это можно, и строчим дальше пояс. Ну, пусть даже на 10-15 см мы еще прострочим, уже с фарточком внутри. Все, обрываем нить, так же делаем и со вторым кончиком. Потом у нас остается непрострочный какой-то отрезок пояса, мы его до конца не сострачиваем. Выворачиваем наши концы завязок, отутюживаем. И вот этот отрезок, который у нас останется посередине, мы потом настрочим в шов аккуратненько. Ну, давайте сейчас сострочим вначале первый конец завязки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То же самое делаем и с другим концом завязки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА